Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Петель. Хочу вас поздравить с первым сентября. Впереди у нас практически целый месяц лета. Будем жить, танцевать, радоваться, петь. И я хочу сказать, что после просмотра этого видео вы будете, я надеюсь, знать немного больше, чем знали до. Тема сегодняшнего видео ко мне пришла после того, как я прочел вопрос в инстаграм моего читателя. Вопрос был в том, Павел, как полюбить осень? Мы не любим холод, мы не любим увядание природы. Как наслаждаться сезонами, да? Я хочу сказать, что абсолютно у меня нет какой-то цели учить вас, говорить, как жить. Я этим никогда не занимался, но все, что я могу, это вдохновить вас на примере своего отношения к этому вопросу. И в частности, я расскажу о том, как я наслаждаюсь и радуюсь осенью, зиме, весне и так далее. Первое, что я хочу сказать, это то, что, на мой взгляд, многое неприятие в нашей жизни приходит от невежества. Я хотел бы... да, мы все были маленькими детьми, кто-то в той или иной степени получил определенное образование, воспитание. Но согласитесь, что... Но я думаю, как большинство моих зрителей, взрослые. То есть, мы можем сами учиться, развиваться. Я сейчас, кстати, читаю сказки Ханса Христиана Андерсена, в частности, сказку «Снежная королева». И я хочу сказать, что насколько оригинальный перевод отличается от того, к чему мы привыкли. Вы сейчас поймете связь между этой темой и сказками Ханса Христиана Андерсена. Дело в том, что датский сказочник был очень глубоко, искренне религиозным человеком. И в свои сказки действительно он вкладывал мораль, христианскую вот духовность. И в Советском Союзе были изменены переводы и сокращены истории. В итоге просто сказки утратили свой моральный, духовный смысл. Я вот сейчас пересматривал мультфильм советский и перед этим прочитал книгу, впервые. Книга с оригинальным переводом, дореволюционным. Оказывается, что Герде помогала вера во Христа. Герда читала молитву «Отче наш», и благодаря тому, что ангелы спустились с неба и помогли ей войти в снежное, в королевство, ну, в чертоге снежной королевы. В этой книге я был немного шокирован. Узнал, что один из воронов, который помогал, Герде умер. Я узнал, что розы были в загробном мире. И потом рассказали, что Кай не умер. Псалмы, молитвы, вера в Бога, дьявольское зеркало, которое было разбито и попал осколок в сердце и в глаз Каю. Я об этом вообще не знал. И повторю, сказка теряет даже смысл, логику. Она становится странной без того, что является сутью произведений. К чему я все это говорил? К тому, что так же и наше отношение к природе. Начнем с того, что в Северном полушарии, Соединенные Штаты Америки, Канада, европейские страны начинают отчет нового сезона по солнцестоянию. То есть, год, как вы знаете, делится. Летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние, весеннее равноденствие и осеннее равноденствие. Примерно это 21 число, например, там осень, начинается 21 сентября. Ну, плюс-минус один-два дня. Природа, знаете, она не такая, скажем так, как число на бумаге. Ну, 21 сентября американцы, европейцы официально встречают осень. Для многих из нас, детей Советского Союза, это немного странно. Более того, по-моему, в 18 веке Россия также жила по вот такому природному календарю, по солнцестоянию. И действительно, если вы обратите внимание, декабрь теплее, чем март. Поэтому, естественно, зима, опять же, в Европе и в США начинается с Рождества. А Рождество начинается, опять же, это 24, в ночь с 24 на 25 декабря. То есть, грубо говоря, 21-22 декабря начинается зима. Поэтому, если вы где-то прочтете, что осенью, в середине декабря, не удивляйтесь, или, например, поздравите своих европейских и американских друзей сегодня с началом весны, они вас не поймут. Тяжело? Как говорил мой папа, непонятно? Поймешь. Пересмотришь и поймешь. Начнем все-таки с того, что я считаю, к цифрам мы еще вернемся, я считаю, что неприятие чего-либо, в частности, сезонов, это неприятие, прежде всего, каких-то внутренних, ну, это неприятие себя. Я считаю, что год — это такая жизнь в миниатюре, да? Весна, рождение, юность, лето, рассвет нашей жизни, осень, зрелость. Возможно, некое... Мы видим, да, как увядают листья, как природа, как природа, ну, на первый взгляд, нам кажется, умирает. На самом деле, это такой природный абсолют. Вот вы смотрите на желтый листочек, который падает с дерева, который появился весной, который все лето наслаждался солнышком, и тут он пожелтел, он падает, и мы, возможно, подсознательно видим себя в этом листочке и думаем, что мы также состариваемся, скукоживаемся, желтеем, и уходим в землю, и зима наступает. Но ведь в этом абсолют природы. Ведь этот листочек дает, он как бы, да, разлагается и дает новую жизнь, тем самым он переходит из одного состояния в другое. Возможно, когда мы осознаем вот этот вот бесконечный природный круговорот, когда наше эго, вот я там, моя красота вечно, моя юность вечно, когда мы будем радоваться и давать жизнью с радостью другим, новым, понимая, что мы лишь переходим из одного состояния в другое, возможно, возможно, в этом причина неприятия зимы или осени. Я люблю эти времена года, и также хочу сказать, что, возможно, поможет вам все-таки близость к природе. Действительно, я сейчас не говорю про религию, я говорю про то, что, с чем вы со мной не будете спорить. Мы зависим от природы, мы часть одного целого. Да, есть солнце, солнце влияет на нашу жизнь. И действительно, 21 сентября – это день осеннего равноденствия, когда день и ночь равняются по продолжительности. Все, конечно, зависит от расположения солнца. И вот начинается с каждым днем все темнеть и темнеть. Недаром в декабре христиане празднуют адвент, пришествие, прибытие, ожидание, предвкушение рождения Иисуса. И с каждым днем зажигают по одной свечке. И чем темнее декабрь становится, тем свечей все больше и больше. Таким образом, чем темнее становится на улице, тем светлее внутри. И эти все рождественские декорации, рождественское яркое оформление, красный цвет, ну, у кого какой, в этом сезоне модно черное на черном, помогает нам пережить самое темное время года. И 21 декабря наступает день зимнего солнцестояния, самая темная ночь, самый короткий день. Но недаром 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, был у язычников, у древнегерманских язычников, у скандинавов, праздник Йоля, когда приносили, давали жертвоприношение богам и отмечали, праздновали новое солнце. После 21 декабря день начинает увеличиваться. И, о, чудо, праздник! День увеличивается, света все больше. И так мы приближаемся к весеннему равноденствию. Кстати, в Европе и в Америке принято до Нового года, в принципе, уже избавляться от всего рождественского, от рождественского декора. И Новый год, в принципе, также отмечается, но это как бы не сколько праздник, сколько какая-то церемония торжественная. Украшается дом тюльпанами, убирается весь рождественский декор. И год начинается с обновления. Следующее идет это весеннее равноденствие. Потом, конечно же, главный праздник после Рождества, в частности, у скандинавов, это сонсостояние. Первый день лета 21 июня, точнее, канун летнего сонсостояния в ночь 21-22 число. Праздник середины лета. Действительно, мы празднуем, радуемся, танцуем, поем, наслаждаемся самому светлому дню. Вы только представьте, я уверен, что все, кто нудят и ругают, вот не было лета, вот в Москве там лето холодное, а в Москве было лето холодное. Ведь я уверен, что вы не праздновали самый светлый день в году, когда вы начнете с благодарностью, с радостью, с танцами воспринимать дары Божии. Я говорю про Бога, подразумевая природу, нас, Бог в каждом из нас. По милости Божией мы имеем самый светлый день, солнце, тепло. Ну, вы празднуете? Я праздновал. Я сплел себе красивый веночек из ромашек. Я даже искупался в парке Сокольниках, в грязном пруду, ну, в грязном плане, наверное, там, я не знаю, кто там купался до меня. Но он был чистый, духовно чистый. Я таким образом наслаждаюсь каждым сезоном. Да, действительно, языческие события, которые были прямо взаимосвязаны с силами природы, с пришествием христианства в Европу, были заменены христианскими праздниками. Хотя праздник Гуд-Юль, праздник Йоля, языческий праздник жертвоприношения богам, был заменен, допустим, ну, заменен Рождеством, а название Гуд-Юля осталось. И не удивляйтесь, что Рождество по-скандинавски, это праздник Йоля, изменилось наполнение, а суть праздник Солнца, праздник Света. Ведь нигде не написано, когда родился Иисус. Меня часто спрашивают Павел, а ты встречаешь Рождество по-католически или по-православному? Ты празднуешь, да, я говорю, Рождество одно, нельзя праздновать его так или сяк, мы празднуем события, а не цифру и не дату. Еще есть один момент, который путает всех, это то, что православная церковь в России живет по юлианскому календарю, а католики и наша страна официально живет по григорианскому календарю. Поэтому год заканчивается Рождеством у всех. У православных в ночь на 24 декабря встречают рождение Иисуса, Рождество, и у католиков 24 декабря. Но вообще-то принято всегда канун, да, канун солнцестояния, канун Рождества. В древности день начинался именно с захода солнца, а не с восхода. Ну, от этого и пошло. Поэтому и православные, и католики все отмечают Рождество 24 декабря, в ночь с 24 на 25, но по разным календарям. Поэтому некая путаница, конечно, пошла. В Советском Союзе, когда государство перешло на григорианский календарь, образно говоря, католический, наша страна, а церковь осталась, в отличие даже от греческой православной церкви, которые тоже живут по новому календарю, наша церковь осталась и живет по старому календарю. Поэтому частая ошибка – это когда люди говорят Рождество 2019. Но еще не было Рождество 2019, оно будет в конце года, когда у вас рождается ребенок, кто не знает, дата года идет от рождения Иисуса. Он же не рождается, ему же нет года, да? Через год ему будет годик. Может быть, так понятней будет. Тяжело мне далось это видео. Ну, я все-таки хочу сказать, что действительно нам, людям, которые родились в Советском Союзе, не кажется тяжело без Бога. Многие праздники, многие события утратила свою суть. Действительно, советская пропаганда отвергала любую идеологию от язычников до христианства. И, к сожалению, многие из нас не чувствуют связь с природой, связь с Богом, не молятся, не благодарят Бога за день, за пищу. И, возможно, я считаю, вот когда нет сути, когда мы отмечаем и не знаем, что мы отмечаем, когда мы не осознаем, что вокруг нас происходит, возможно, от этого все душевные страдания. Да. Ну, а я хочу, кстати, в конце видео напомнить, что продолжается акция «Петель 15%». Это скидка на часы Даниэл Веллингтон. Роскошные, красивые часы. Акция будет проходить до 2 сентября, поэтому поспешите, сделайте себе подарок со скидкой 15% с моим промо-кодом. Ссылка под видео. Я в ближайших видео расскажу вам про главные тренды рождественского декора. Расскажу о том, чем отличается американский дизайн, рождественский, европейский. Расскажу о том, почему в этом году, как никогда, моден стиль «Дарк Нордик», темное на темном. я также расскажу вам о предстоящих рождественских фильмах. Я вообще думаю, что мы с вами очень уютно и сказочно проведем этот сезон. Еще раз поздравляю вас с новым сезоном. Я вас люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова